Весна Клещевой энцефалит Это заболевание вирусное Поражает нервную систему Очень опасное Если уже клещ обнаружен Необходимо обратиться в любой травмпункт Или в хирургу по месту жительства Там клещ будет удален Отправлен на анализ В лабораторию И проведены необходимые мероприятия По иммунизации иммуноглобулина Последствия укуса инфицированного клеща Могут быть разными От полного выздоровления до нарушений здоровья И так, говорят, своего врага надо знать в лицо Давайте разберемся, где обитают клещи А живут они в сырых и холодных местах Также на прогретых солнцем склонах В высокой траве, кустах, стволах деревьев И лесных тропинках Эпидемиологи университетской клиники Казанского федерального университета Призывают привиться против клещевого энцефалита Но если клещ все-таки попал на ваше тело Удалять его необходимо В стерильных условиях медицинского учреждения Удаленный клещ будет отправлен в лабораторию на анализ Если клещ укусил, его надо снять И получить иммуноглобулин В первые 4 дня В первые 4 суток От присасывания клеща Если прошло более 5 дней, недели То же иммуноглобулин не поможет к осложнению И тогда только человек наблюдается в течение 21 дня Инкубация такая Чтобы не заболеть именно вот этим клещевым энцефалитом Как сообщает Татьяна Шляпченкова В этом и последующем месяцах Сделать прививку еще не поздно Курс иммунизации необходимо получить не позднее Чем за 2 недели до выезда на природу Чтобы избежать укуса клеща Необходимо знать некоторые правила Ну, например, при выезде за город Вы должны знать, что выбрать нужно место для пикника Открытое, без деревьев, без кустов Лучше это поляна какая-то, хорошо освещенная Несмотря на то, что в интернете легко найти инструкции Как вытащить клеща с помощью нити, пинцета или шприца Медики же настоятельно не рекомендуют прибегать к этим мерам Ведь цена такого самолечения – ваше здоровье Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok